Всем добрый вечер. Меня зовут Янина Соколова. Это я подсыпаю яд российской пропаганды в топливо на заправке Виктора Медведчука. Это я узнала, что Александр Усик переехал из Киева в Ворзель. И теперь каждый вечер стою на перроне и жду электричку с надеждой, что мой любимый боксер выйдет из нее. Это я. Вот эта женщина из киевского метро. Ну что, дорогие мои, очередному локдауну конец. Иисус как только узнал, сразу воскрес. Это ж теперь официально можно ходить в велюр и питаться по-божески. Огонь! Опа! Всех причастных с праздником. Желаю вам побольше минералки, чтобы она, не дай боже, не превратилась в когор. Вся российская общественность взбудоражена. Целую неделю во всех российских СМИ обсуждали, что в Киеве зиговали. От первоклашек до президентов. Все возмущены до предела. И пока в России все отвлечены на зигование в Киеве, в Москве сожгли здание еврейской общины. И на пепелище оставили надпись на чисто русском языке. И никто не заметил. Потому что все на нас смотрели. Иронично. Иронично? И даже, как он себя называет, президент возгнаний Владимир Олейник не устоял высказать свое «гэ и шо» по этому вопросу. Я хочу показать. Вот это зигует Зеленский на сцене. А это вчера зигует в стране. Разницы нет. Вы понимаете? Он путает все подряд. Нам надо наказывать это явление. Деба не проходила. Ой, как же сейчас Олейник удивится. Смотрите, Путин зигует. Смотрите, Сталин зигует. Смотрите, Папа Римский зигует. Смотрите, Гитлер не зигует. И Олейник. Сядь, если стоишь. Олейник зигует. И продолжая тему памятников, маршей, табличек и синагог. Главные любители русского мира в Украине Вадик Рабинович очень занятой человек. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я немножко слушал вашу дискуссию о том, что им дали пройти, что это случайно. Я каждый день получаю сводки. Вот я читаю сводки сегодняшнего дня об открытых и снесенных памятниках. Ну вот, б***ь, реально. Чем он занимается? Сидит каждый день и читает сводки про памятники. Депутат года. Как вы думаете, когда Рабинович находит памятник какому-то националисту, он радуется или грустит? Это грустно или весело? Это? Это печально. Да он просто голый. Прыгает по кабинету весь в варенье. Ура! Ура! В Коломы открыли памятник УПА. Может, на Россию один еще пригласят? Получается, чем больше в Украине памятников УПА, тем больше радуется Рабинович. И кто после этого главный бандеровец в стране? А теперь посмотрите, чем его однопартийцы занимаются. Классика. Депутат от АПЗЖ поздравил ветеранов Второй мировой войны билбордом, на котором эсэсовцы бодро бегут убивать ветеранов Второй мировой войны. А если быть точнее, на фотографиях войны дивизии СС Рейх, перебегающие дорогу на фоне горящего советского села. Ну и рядом, естественно, довольное сосалище депутата. Блин. Ну вот вы представляете, насколько им б***ли на своих дедов, что они даже фотку не проверили? Ладно, и так сойдет. Я даже не говорю о том, что с их невероятной любовью к ветеранам им даже немного неинтересно было узнать, кто изображен на фото. Что это за сражение? Возможно, из тех, кто на фото, кто-то еще живой? Не. П***й. Просто п***й. Наклеил плакат с денег спи***ных у ветеранов, сел в майбах и поехал в магазин Адидас. Простите, что в пасхальную неделю, но я сейчас буду говорить о такой чуждой для нас, для православных штуке, как карма. Но она реально работает, особенно в условиях оккупации. Это был очень радостный день. Это президент Ющенко вручает мне ордер на квартиру. После присоединения России я продолжила служить и служила в вооруженных силах Российской Федерации. У нас все время, нас говорили все время интегрированные, интегрированные предатели Родины. В январе 2019 года по акту приема передачи квартиру передали обратно в собственность Минобороны. Сначала хотела поиронизировать, включила свой саркастический наган, но потом мне как-то так жалко стало эту женщину. Хотя, с другой стороны, чего ее жалеть? Россия же мост построила. Теперь она может под мостом жить и в России матушке, и от камней с неба защищает. Очень короткая новость. Кива, кандидат наук. Что я могу сказать? Этой планете я поставила бы ноль. Кива, ноль, это такая круглая штучка с дыркой внутри. Ну, типа, как твоя голова. Не, ну понятно, сложно. Ты же еще пока только кандидат наук. А это же Африканская страна, я прошу прощения. Кто-то вообще знает, где это Никарагуа. Это просто плевок в лицо всему научному сообществу Украины. Конечно, конечно, мы все верим, что Кива самостоятельно проделал всю эту научную работу. Вечерами после заседания в Раде надевал мантию звездочета и две лупы на глаза. Он садился на астролябию и задрачивал эти формулы до дыр и посинение. В Одессе тренируются артиллеристы, зенитчики и морские пехотинцы. Бойцы готовятся дать отпор российским десантникам, как и на этих учениях сил ПВО Херсонской области. Судя по этим кадрам, украинская армия плохо представляет, с чем именно ей пришлось бы столкнуться, если бы Россия и правда напала. А вы, случайно, не эту российскую армию имеете в виду? Бессмысленную и непредсказуемую. Вообще-то, это похоже на какой-то аттракцион. Там по-любому внутри сидит человек. Билет на этот Блю Ватрон 400 рублей. Для жителей Воронежа – бесплатно. Больше полутора километров с огромным бревном на плече и без помощи рук. Именно так житель Макеевки решил встретить весну. За 17 минут мужчина пробежал с бревном весом 66 килограммов, 1600 метров. В описании к видео макеевчанин желает всем хорошего настроения и спортивной весны. Что у вас там в Макеевке происходит? В прошлый раз смертельное изнасилование из-за рыбы на реке. В этот раз человек с поленом ходит. Какой-то твин пикс. Да простит меня Дэвид Линч. Если кто-то понял, что это за достижение такое, пронести 66 килограмм на не очень далеко, пишите в комментариях. Ну а мы желаем Пушилину поскорее оказаться в черном вегваме. Там его как раз карлик поджидает. Для отчета. В Мариуполе в преддверии 9 мая были найдены вот такие газеты от АПЗЖ. Записать адреса и данные знакомых вам национал-радикалов, членов и активистов оранжевых партий, пропагандистов, ветеранов АТО и членов их семей. Сохранить адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти. Постоянно разговаривать с соседями, родственниками, детьми и внуками, убеждая их, что войне и крови не место в Мариуполе. Хм, интересная ситуация. Если это правда, то это госизмена. И нужна незамедлительная реакция. Если же это провокация, то нужно понять, кому она выгодна. Кто посмел? Кто? Кто у нас любит устроить провокации, чтобы получить п***цы на 9 мая, чтобы потом это показали по российскому телевидению? Хм, даже не знаю. Столько вариантов. Короче, ситуация некрасивая. И кто-то за это должен непременно ответить. Если Украина решится на полномасштабное наступление, в первую очередь Донецк будет рассчитывать на свои силы. Но при этом республика оставляет за собой право обратиться за помощью к дружественным странам. Это ж какие для ДНР дружественные страны? Нарния, Рохан, Мордор, Абхазия. А, стоп, Абхазия ж не существует. А Мордор уже давно воюет с нами. Значит, вся надежда на ледяную королеву и минотавров. А сейчас моя постоянная и любименькая рубрика «Дырочка в заборе». В этой рубрике я звоню, приглашаю к себе в гости разных известных людей. Мы с ними приходим, сидим, смотрим русские новости, от которых я п***ю. И мы сидим такие п***ем вместе. Сегодня у меня в гостях человек, у которого есть в фейсбук «Чай и хорошее настроение». Встречайте, Мустафа Наем. Мустафа, привет. Привет. Я рада тебя видеть. Или я тебя. Как ты вообще? Лучше, чем могло бы быть. Как Сергей? Какой? Ну, про Лещенко, я не знаю. А, тебе, я что, живу с ним, что ли? Я не знаю, как он сиренит. Нормально живет. Мы раньше все считали, что так. Что я живу сиренитом? Боже, я же не буду говорить, что что-то считает про тебя. Нет, ты говори. Мне тоже не надо, это все Киева будет говорить. Ну, об этом чуть позже. Мустафа, расскажи, вот уволите, это сейчас безработный. Ну, честно, очень грустно по этому поводу. Так, хватит, не надо стихать, ничего не грустно. Во-первых, все хорошо, все нормально. Это же не катастрофа, мы же не в тюрьму попали. Все нормально. Просто жизнь продолжается дальше. Вопрос в том, что меня сын тебя безработным называет. И это намного грустнее, чем то, что ты считаешь меня безработным. И сейчас мы с тобой будем смотреть русские новости. Вот от них дрожь. Вот. Ну, короче, очень сильная. Мустафа. Ладно, давай смотреть. Давай смотреть. Сейчас у нас будет в эфире мой любимый. Ну, вот, это абсолютный секс. Это Владимир Соловьев, и он говорит о Зеленском. Но он говорит нелицеприятные вещи про нацистов. Давай смотреть. Давай. Как могут сидеть рядом с нацистами представители просвещенной Европы? И неважно, из каких стран эти нацисты. Что из Греции один нацист, который скрывается? Что вся украинская нацистская делегация, кроме антифашистов, ОПЗЖ, которые стесняются это громко сказать? Поэтому, какие вообще могут быть встречи с Зеленским? Какие могут быть встречи с руководителем страны, в столице которого городская администрация оплачивает марш признанной преступной организации эсэсовской? Что же вы, Хенри Хенла, не присягаете? Как тогда ваши деды и прадеды кончены? Слушай, это он намекает, что Виталик, Кличко оплачивал, во-первых, марш, а во-вторых, во-вторых, ну, что ты почувствовал? Да, слушай, очень все просто. В Москве когда-то проходили марши наших, назывались наши или там русские марши, и, по-моему, я их тоже не осуждал. Ну, это же была история. Я тогда не жила. Второе, как бы, я думаю, что здесь все однозначно отреагировали на то, что происходило. Были и осуждения, по-моему, официальные даже какие-то. Поэтому, ну, человек беснуется нормально, злоевный глупый человек, понимает, что он несет полную ахинею, но и у него такая роль. Более того, если я правильно помню, Путин же согласился на встречу, да? Ну да, только в Москве. Ну, вы такие, и что? Ну, согласился же на встречу, он же не видит возможность встретиться. Поэтому то, что он несет, это как бы, ну, такая, ну, несет, пусть себе несет. Но, ты знаешь, был один позитив. Вот я вижу, Володя растет. Он сегодня сказал про Европу не загнивающая, а развитая Европа. Вот видишь, все-таки, наверное, что-то происходит. Или это ситуативно в этой передаче? Не знаю. Да пусть просто посмотрят, где у них учатся дети их политиков, олигархов и чиновников. И на этом закончится вся история про загнивающую Европу. Мустафан, ну вот я уверена, что наши зрители сейчас чувствуют, что ты занимаешь какую-то антирусскую позицию в связи с... Антирусскую? Мы говорим с тобой по-русски, ну, в каком? Ну, знаешь, его же никто не монополизировал, этот язык. Я считаю, кстати, на самом деле, вот это русский язык. Да, скажи. Вот даже дискуссия большая, да, по поводу русского. Я считаю, на самом деле, вот русский язык, я на нем говорю, я на нем думаю, я говорю о нем там с друзьями, родственниками. Но это же никак не означает, что я там как-то прорусский или еще какая-то. Но это же не так. Пусть поедут на фронт и защищают там русскоговорящих наших ребят, которые воюют на фронте против ополченцев, как их называют, да, или российских прокси или российских военных. Чужие не защищают этих русских. Пусть им доказывают, что русский язык – это российский язык. Это не российский язык, это русский язык. И он действительно бывает разный. Давай смотреть, вот Владимир Жириновский говорит о антирусских движениях. Что с ними стоит сделать, в конце концов? Правду начинают говорить. То есть сегодня самая оголтелая антирусская пропаганда. И ее обычными дипломатическими мерами не остановить. Я много раз на различных мероприятиях, в том числе здесь у вас, в другой студии говорил, только военный путь, только жесткий ответ с нашей стороны. И больше не делать никаких ошибок. Мне надо Сталина поднимать снова, так сказать, на щит. Дзержинскому предлагать памятник поставить. Чего пугать человечество? Мы эту модель закончили. Я, честно говоря, вообще не понял, что он имел в виду. Ну вот, что он хотел этим сказать? Каким военным путем? Против кого? Что? Куда? Какое антирусское движение? Они же проиграли сами все. Но, слушай, до 2014 года Российская Федерация имела здесь полную вообще пенетрацию по всем фронтам. Экономическую, политическую. Все службы, силовики были русскими. Ну, они, правда, были туда, они приверженцы были. Вспомните раньше, как работала наша служба безопасности. Вспомните, какие политики. У нас министр обороны страны был человек, который сейчас находится в Российской Федерации, имеет гражданца Российской Федерации. Так вы все сами потеряли. Ну, вы все проиграли всю эту историю. Страна, которая была полностью пронизана влиянием Российской Федерации, сейчас находится во враждебном отношении. Кто виноват? Запад виноват? Так, ребят, вы сами сделали так, что вас ненавидят. Ну, Мустафа, есть еще, кроме того, наши граждане на оккупированных территориях. Я имею в виду, например, наших граждан Донецкой, так называемой, Народной Республики. И у нас сейчас есть видео о том, как они оценивают переименование городов Украины. Вот давай посмотрим граждан республиканцев. Я, допустим, приехала с города Тельманово, Украина сказала, что мы бойкевские. Ну, я знаю, кто такие бойкелемки. Пусть они там хорошо в Закарпатье живут, пляшут, танцуют. История, может быть, здесь и сказалась каким-то образом. А вот то, что переименовывает проспект Победы, проспект этих националистов, как-то не звучит. Ту часть я вообще не воспринимаю. Там же вообще не очень адекватная обстановка. Конечно, там и с памятниками черти что происходит, и с названием городов. У нас это не касается, поэтому, в принципе, мне как бы безразлично практически. Мы не воспринимаем, мы так и говорим сегодня, Красноармейск, Артемовск и так далее. Надеемся, что в будущем исконное название... Это же Донецк? Угу. Флаги видел он? Да. Позади. Ну, слушай, я... На самом деле для меня это очень грустная картинка, потому что... Мы когда-то запускали патрульную полицию в Краматорске и Славянске. Вот два города рядом, которые стоят. И расстояние между ними там совсем небольшое, 40 минут ехать. И удивительно, что два города, которые находятся так близко, настолько разные по отношению к Украине. Это... То есть если Краматорск, это абсолютно проукраинский город, которым, ну, там, понятный административный центр сейчас, Славянске более пророссийские настроения. Это просто показывает еще раз, что, к сожалению, информационная политика, то, что там происходит, может привести вот к такому. То есть люди, которые... Ну, еще же ведь 4-5 лет назад они считали себя украинцами. Ну да, конечно. Посмотрим Донецк, в котором висят российские флаги. Это флаги республиканские. Ну или там, ну, они похожи на российские, правильно? Да, там просто у россиян белый, у них черный цвет. Уголь, уголь, мастафа. И нет, там висели российские? Нет, это был веселый. Давайте посмотрим еще раз. Давай. Вон, это российские флаги. Да. Это российские флаги в центре Донецка. Все, вижу, да, ты прав. То есть российские флаги в центре Донецка, они рассказывают, что они вот, нет, они воспринимают. Слушайте, ну это полная чушь. Я был в этих регионах. Я, наверное, был последним журналистом, который был, когда уже был оккупированный Донецк. Даже тогда там находились люди, которые понимали, что это полный бред. Самое главное, что происходит с этими людьми, ну, я сейчас не хочу никого обидеть. Но ведь на самом деле регион сейчас не имеет будущего. Пять лет, шесть лет уже войны, уже семь лет войны. Это означает, что пошли в школу дети, которые не видели страну без войны. Какое у них будущее? Их образование нигде не признается. Экономика у них плохая. Это серая зона в экономике. Это абсолютное непризнание международного сообщества. Это дети, которые раньше, потом получат образование, нижний полный образование там. Куда они пойдут с этим? Как они будут развиваться? В России флаги же тебе намекают. А вот вопрос насчет России. А мы уверены, что они там нужны? Мы уверены, что их люди там примут? Там своя конкуренция, рабочие места. Это люди, которые жили здесь, в Украине, они ничего не мешало жить в Украине. Мы понимаем, что эти люди – это просто щит для тех, кто там находится с военной силой и с реальным эффективным контролем территории. Слава Украине! Героям слава. Слава нации! Что ты должен сказать? Смерть врагам. А, ну да. Смерть врагам. Украина. Давай заканчивай. Он на душе. Путин… Скажу за Мастафу. Спасибо, что пришел. Понятно, что да. Я там договорюсь, эфир? Да. У нас эфир. Слушай, ну у нас же нет никаких разногласий. Да, Путин? На сегодня все. На прошлой неделе мы с вами выбирали, куда же можно съездить с паспортом ДНР. Спасибо вот этому комментатору. Туда я точно никогда не поеду. В конце по традиции дискуссионный фото вопрос. Какой христианский праздник отмечают эти сатанисты? Ответы пишите в комментариях. Автор лучшего получит вот этот мерч. И если вы хотите, чтобы все российские солдаты превратились в Киркорова и поехали завоевывать Евровидение, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте помогать нам донейтами, становясь нашим патроном на Патреоне. Как вы найти, будете в Патреон Янина Соколова и автоматически попадаете на нашу страницу. Янина.тв. Там очень много крутого мерча на лето, футболки, носки, кепки, все что угодно и нужно непременно вам. Конечно же, с идеологическим контекстом. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво. И до встречи на следующей неделе в эфире пятого канала по телевидению и в интернете на моем YouTube. Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok